У каждого из нас возникают сложности в запоминании тех или иных фраз и выражений. И сегодня мы поговорим о целой группе слов, которые очень часто путают между собой, путают их написание и, соответственно, допускают много ошибок. Расскажу вам, как выучите эти слова быстро. Метод подходит как для взрослых, так и для детей. Days of a week. Дни недели. Первым днем недели считается совсем не понедельник, а воскресенье. Sunday. Sun. В моем понимании ассоциируется именно с солнцем, с позитивом, с выходным. Мне кажется, это слово легче всего запомнить из всех дней недели. А теперь поехали дальше. В нашем понимании, в нашем менталитете первым днем недели все-таки считается понедельник. Поэтому мы начнем считать с понедельника и будем считать 4 будних дня. Сейчас расскажу, почему 4. Считать их мы будем по пальцам. Для начала мы пытаемся запомнить их устно. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. На этой же ладошке мы запоминаем пятницу. Friday. Мне кажется, что все согласятся, что пятница лучший вариант отвести этот самый пальчик. Еще раз. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. И остались у нас выходные. Кстати говоря, выходные на английском языке начинаются с буковки S. То есть, это у нас одно более длинное слово, это суббота. И одно более короткое слово, это воскресенье. Суббота у нас пока еще длинный выходной, а вот воскресенье пробегает быстро, и оно у нас короткое. Тем более, с него мы начали, оно у нас очень солнечное. Между собой, я думаю, эти слова вы не спутаете. Суббота. Saturday. Воскресенье. Sunday. Поехали еще раз. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. А теперь, что сделать для того, чтобы четко запомнить, как они пишутся. На самом деле, когда вы учите последовательно ту или иную группу слов, то же самое касается числительных. Вы чаще всего по отдельности каждое слово с трудом вспоминаете. Допустим, если вам говорят четверг, а это четвертый день недели, то вам тяжело его вспомнить. Если вы на уровне тактики запомните, где он у вас тот денек, и вы помните, как он произносится, то вам будет намного легче. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Потренируйтесь на пальчиках. Тогда ваш мозг будет посылать сигнал к определенному пальцу, и вы будете вспоминать, как это слово правильно произносится. Потом, конечно же, вы будете вспоминать уже без помощи своей ладони. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Обратите внимание, я не произношу слово day, как отдельное с ударением. Я его произношу короче. Day. 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 Sunday. Tuesday. Friday. Несколько раз повторили одно и то же вместе со мной. Вы можете заставить себя немножко потренироваться. Начните, допустим, с другой стороны. Friday. Thursday. Wednesday. Tuesday. Monday. Saturday. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Monday. Sunday. 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 Friday. Просто начните выкидывать пальцы в произвольном порядке. Чтобы вы могли уже вспомнить цифру, не привязываясь к последовательности. То же самое в пройдении недели. Начните задавать себе вопрос. Среда. 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 Wednesday. Пятница. Friday. Точно-точно. Sunday. Воскресенье. Saturday. Суббота. Ваша задача, чтобы вы не привязывались к последовательности. И чтобы для того, чтобы вспомнить слово, вам не приходилось в голове прокручивать весь алгоритм, весь порядок слов. Вам необходимо, чтобы вы запомнили каждое слово в отдельности. Для этого рекомендую вам сделать следующее. Кстати, вы можете сделать это упражнение прямо в комментариях, не уходя далеко от просмотра видео. Напишите 4 дня в неделе, которые у нас соответствовали этим пальчикам, по 4 раза. Для чего? Для того, чтобы вы могли их запомнить. На самом деле, среди них есть слова, которые часто путают. Это слово вторник и четверг. Tuesday and Thursday. Теперь я вам об этом сказала, вы обратите на это внимание. Тем более, оба слова, и вторник, и четверг, начинаются с буговки T. Tuesday. Thursday. Tuesday. Thursday. Не ленитесь повторять. Чем больше повторений за короткий промежуток времени, тем быстрее вы запомните. А если сейчас вы еще и пропишите эти слова, поверьте, они очень эффективно зафиксируются в вашем сознании. Кто-то из вас наверняка скажет, что эта техника подходит только детям. На самом деле, совсем нет. Это как стикеры, которые вы лепите на все предметы мебели для того, чтобы запомнить, написав на них название этой мебели, этого предмета мебели на английском. Как бы по-детски это ни звучало, эта игра позволяет вам освоить огромное количество слов. Так же и здесь. Не бойтесь играть, не бойтесь выглядеть смешными. Вам главное запомнить. А как вы это сделаете? Это уже делают техники. Если есть сомнения, как писать дни недели, скорее пропишите их либо в блокноте, либо прямо в комментариях. Напишите каждый из четырех дней недели, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, по четыре раза. А наши остальные дни, Friday, Saturday and Sunday, которые, кстати говоря, не сложны обычно в запоминании, напишите по два раза. И всем желаю отличной недели. Have a great week!